Свои секреты приготовления главных угощений праздника нам раскрыла шеф-повар Симбирской митрополии, которая почует самого владыку Лилия Булавкина. Сегодня я буду готовить куличи, показывать, как их делать. Очень вкусные, которые угощают каждый год нашу епархию, владыку нашего и кто здесь служит, работает при нем. Всем кажется, что это очень долго, трудоемкий такой процесс занимает целый день. На самом деле это недолго. В эти дни аромат от испеченных куличей в управлении митрополии, где находятся трапезная и кухня, умопомрачительный. За три дня повару надо приготовить не меньше ста куличей. Задача непростая, но Лилия справляется с ней легко, поскольку готовит от чистого сердца. Шеф-повар своего рецепта не скрывает. Считает, что куличи должны делать хозяйки сами, вкладывая в них свою душу. Ее рецепт рассчитан на 9 куличей, на семью. На литр 200 молока мы подогреваем его, добавляем 100 грамм дрожжей. У нас вообще на эту массу идет килограмм, но мы же его не весь кладем, килограмм этого сахара. Мы сначала добавляем грамм 200 для опары. Для опары полкило где-то муки добавляем из 2 килограмм для опары и ставим опару. Опару для чего ставят? Чтобы подошла вот эта вот масса, дрожжи стали работать, потому что очень сдобное тесто получается, очень насыщенное получается и много жиров туда идет. Опара подошла. Уже в нее добавляем оставшийся сахар, то есть 800 грамм, полтора килограмма муки, 20 взбитых желтков, 250 грамм сметаны, 700 грамм растопленного масла и маргарин. Не забываем соль, примерно столовую ложку и для вкуса немного ванилина. Все тщательно перемешиваем. Тесто ставим в теплое место. Оно подходит примерно минут 40. Его вообще на обминку надо обязательно. Мы ставим тесто, оно получается как густая сметана. И его все равно один раз нужно насытить кислородом, обмять. Я его перемешаю, и оно уже когда второй раз подходит, уже видно прям высоко под, но оно очень быстро подходит, то есть что за ним нужно следить. Посуду, естественно, врать побольше, не то что впритык. Когда второй раз тесто подошло, оно готово. Его можно раскладывать по формам. И далее в печь примерно на 40 минут. Пока подходило тесто на куличи, Лиля показала, как делать пасху. Для пасхи надо полкило творога, 250 грамм сметаны, 150-200 грамм сахара и ванилин. Все тщательно перемешивается блендером. Добавляется промытый изюм. Последний ингредиент – желатин в пропорциях 20 грамм на 50 грамм воды, заранее приготовленный. Пасха заливается в форму и ставится в холодильник. Когда она застынет, перекладываем на тарелку и украшаем. Вот два главных блюда пасхи готовы. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.